Всем привет! Вы на канале, мошенники звонят по телефону. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Для того, чтобы не пропустить выходного ролика, жмахайте на колокольчик. А теперь, дорогие друзья, погнали слушать ролик. Да, Кирилл, здравствуйте. Слушала. Меня зовут Владислав, набираю по поводу регистрации Гастром. Обовна? Да, вполне, слушаю. Да, Кирилл, подскажите, пожалуйста, сколько полных лет и гражданство свое? Нет, 35, Россия. Ну, блин, другого пути. Ну, потому что это государственный проект, он не для всех. Хорошо, а вы нас как нашли вообще? Вам пригласил кто-то? Да, реклама в Яндексе пригласила. А, понятно, хорошо. Ну, принцип здесь какой-то. Есть проекты, в которые инвестируете, зарабатываете дивиденды. Я думаю, вы слышали, да, то есть, спросил о Сибири, Северный поток, Ямал. Да, особо не слышал. Мне вообще ценные бумаги интересуют компании. Какие потоки? Если же ценные бумаги, то без проблем, то есть, вы можете инвестировать даже просто в акции и получать дивиденды с этого. В акции и получать дивиденды, да? Да. Ага, ну, это уже что-то интереснее. Да, а вы мне подскажите, вы вообще сейчас инвестируете еще? Есть опыт у вас? Нет, я не инвестировал. Вообще за акциями слежу «Газпрома», но пока еще и не пробовал. Я понял. Вы именно следите за акциями «Газпрома» или «Газпромнефть»? Нет, только за «Газпром». «Газпэ», которая акции. Я понял. Хорошо. Ну, то есть, можно и таким образом, и разные способы есть. Можно и торговать газом, нефтью. Очень хорошо. Я понимаю. Нет, вообще фондовый рынок интересует больше. Без проблем. Хорошо. Вы какую сумму хотели бы проинвестировать? До 200 тысяч. Хорошо. Вы в личном кабинете уже были? В личном кабинете? Я что-то не припомню. Варс после регистрации направили на платформу. А вы напомните, а какой там, ну, цветовая гамма какая? Что там было? Там был график и темное оформление. График и темное? Не, я не помню. Ну, смотрите, в общем, хорошо. В принципе, для работы у вас уже все готово. То есть, у вас есть личный кабинет. Так. У вас есть платформа, вам осталось только активировать счет, и уже мы вам запустим программу. Программу? Какую программу? Ну, я имею в виду, уже все, начнете инвестировать в программе. Ну, прекрасно. Так, и что? Так, вы как с вами? По почте контактировать? Ну, почему? У меня есть телеграм. Телеграм. Ну, и почта, соответственно. Ну, я понял, я вам на телеграм написал, вот, я вам поставил плюс. Написали, да? Да. Давайте посмотрим. Так. Вот платформа отправил, то есть, вот, куда должны были перейти. Сейчас, видно, сейчас глянем. Так, я вам плюс отправил. Я не понимаю, как вас зовут? Владислав. А телеграмма вот что за? Это рабочий. Кевин? Вы Кевин? Нет, нет, это рабочий телеграм, это не мой. А, это не ваш? Я в телеграме не сижу, да. Вы же знаете, что в телеграм у нас не пользуются спросом. Ну, я не совсем понял, но я зашел. А что это такое? Платформа. Вы, у вас сверху есть флаг страны, Великобритания, язык. Вы выбираете язык русский? Я сначала, да, нажал на, не пойму, Just Trading. Это что такое? Платформа. Я как вижу по описанию, что это брокер. Брокерская компания. Ну, правильно. А как вы купите акции? Вы мне откуда вообще звоните? Для начала, давайте начнем. Компании брокерская я вам звоню. Название компании. Я понимаю, что вы звоните, не знаю. Но вы же видите это название компании, что за вопрос? Ну, вопрос, он немножко логичный, вам не кажется? Ну, вы же увидели брокерскую компанию, вот. Да, но только я эту компанию брокерскую не увидел, когда регистрацию оставлял. Я там увидел Газпром. Ну, это по рекламе Газпрома к нам пришли. А для того, чтобы реализовать проекты Газпромовские, нужен брокер-посредник. Смотрите, по рекламе я пришел. Газпрома есть свой брокер, Газпром Банк Инвестиции. Там был логатит Газпрома. Почему это Just Trade какой-то? Непонятно какой-то, что это вообще такое. Это брокер официальный. Кого? Газпрома? Конечно. Газпрома брокер свой. Какой это официальный брокер Газпрома? У Газпрома не может быть одного брокера, это как минимум. Он может торговать с любым брокером, который имеет лицензию центрального банка. Он вообще не торгует. Акты на бирже торгуются. Я говорю, что Газпром может выдвигать свои акции в любом брокере. Он их на бирже выдвигает. Ну, так а торгует через брокера, в чем вопрос? Ну, хорошо, давайте посмотрим лицензию центрального банка этого брокера. Ну, пробивайте. Что пробивайте? Пробивайте. Ну, вы мне ее скиньте. Вы что, не умеете лицензию пробивать или что? Мне нужен номер, чтобы ее пробить, чтобы я зашел на сайт СБ, и там есть строчка. Пробивайте, пробивайте. Что пробивайте? Номер мне нужен, чтобы пробить. 2-8-1, группа 15. Ну, чем вы слушаете? Я вам повторяю. Ну, а что вы орете? Вы что, вы не меняем? А что у вас за истерика? Вы мне не даете сказать даже. Вот, 2-8-1, группа 15. Тихо, пишите. Давайте, я расскажу. Ну, лицензия не может быть таким номером. Слишком короткий для лицензии. Ну, а вы напишите и узнаете. Можете написать «Джаз Утрейд» название? Мне не надо «Джаз Утрейд» назвать. Вообще, для начала орать не надо. Если вы не вменяемый, блядь, пойдите в туалет, попейте водички. Для начала. Заткнись. Ты че, дура? Ты завали ебало. Понял? Давай проверили. И заткнись, и заткнись, будешь мужу говорить. Что-то, что-то, я не понял, зашарага, блядь, сперли данные «Газпрома», блядь, я не пойму. Что вы за цыгане? Вы что вообще? «Джаз Утрейд». Как ты общаешься? Как ты общаешься? Дура, как ты общаешься? Как ты общаешься, неуменяемый. Голос тише сделай. Ты должен быть расстойчивый. Ебало, замужить. Ты должен быть расстойчивый, дура. А, уже на «вы» ты перешла. Ты расслабься. Ты иди в туалет, съешь банан бесплатный. Понял? Рот потренируй. А потом людям звонить. Я не пойму, тебя воспитывали. А? Дура. У тебя мама, папа есть? Почему ты такая хабалка мерзкая? Вот что ты за тварь? Вот ты что, понял, ничего не выгорит, ты начинаешь это захамить, а? Мразь. Ты что сказал? Да, я кончил, можешь вытереться. Ну, проглоти сначала, потом продолжим. Ну, что ты мне за лицензию продиктовал, шляпу какую-то? Такой нет лицензии, дура ты, тупая. Ты дурок проверять не умеешь, и ссылка. Да что ты, это что ты. Да, нормальное проверить. Серьезно, нормальное проверить. Нормальное проверить. Да, это твои проблемы. Ага, да что ты. Что такое? Слышь, звонилка, если тебя жизнь обидела, ты ртом работая, сидишь на обзоне, я в этом не виноват. Ты что расстроился, что тебе я не подал, что ли, или что? Ты что такой злой? Почему такой агрессивный, а, мразь? А что ты так завелась, что завелась, шамка? Ну, завелась. Да я не знаю, что ты троить начал, понимаешь? Я тебе вывел на эмоции, да. Конечно, конечно, да. Я тебя вывел на эмоции. Вывел на эмоции, ты довольный, да? То, что ты, брат, сгол... Конечно, то, что ты с голоду... По этому проекту, то ты уже лох, понимаешь? Понимаешь? Что ты с голоду теперь сдохнешь, что я тебе счет не пополнил, это да, это да. Но зато ты вывел на эмоции, реально. А жрать нечего, да? Понимаешь? Твоя мать пополни счет, не расслабься, да, конечно. А что ты маму вспомнил? Дура, ты маму потеряла. А, у тебя ж мама нет, тебя же пидор высрал. Если ты маму вспоминаешь, блять, потеря. Выбать, да. Ага. А? Что такое? Жрать нечего, да? Не вины, не вины не будет, зато вывел на эмоции. Счет никто не пополнил. Дура. Ты молодец, ты молодец. Давай, веселим. Конечно, да. Таких, как ты, это редко встретить. Это редко, это редко. Которые сразу начинают тебя хуесосить, да? Которые сразу спрашивают за лицензию ЦБ, да? Так ты же клоун даже проверить ее не можешь. Конечно, да. О чем речь? О чем речь, да? Если сидит шарака какая-то тупая, продиктовала три цифры, понимаешь? И думаешь, это лицензия ЦБ. Завали ебало, дура. Успокойся. Ты выдохни, и тихи, и тихи говори. Зврой струк, и не спаду тебя сбрасывать. Да? Чтобы тебе, блядь, чтобы тебе звонок засчитался? Нет. Мне просто кайф, чтобы ты сдох с голоду, понимаешь? Давай быстрее. Ну, сколько тебе надо ртом поработать, чтобы засчиталось, а? Скажи мне. Шавка, трубка, сбрасывай. Блядь, ты настолько мерзкий, ты даже не можешь, понимаешь, что вот настолько раб. Ты звонил-ка, тупая, понимаешь? Ты даже сбросить не можешь, блядь. Согласен. Да, тим-лидер стоит сзади с тёпиком, да? Вот, сбросишь всё. Только сброси. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Давай. Ты не угадал. Невинный сегодня не будет. Ты можешь, ты прости, блядь. Невинный сегодня не будет, блядь. Никто не сбросит. Ты не надейся. Ты не туда попал. Дура, ты не туда попал. Клоун, ты такой клоун. Сам шучу и сам смеюсь. Конечно. Мне весело вообще. Конечно, конечно, мне весело. Мне такая дура позвонила, которая даже не может трубочку сбросить. Вообще, мне весело, понимаешь? Вот смотри, вот я тебя, я не знаю, уже вот хуйсошу сколько, уже вот 7 минут, да? А ты настолько раб, ты не сбросить не можешь, ничего. Ты только отгалькиваешься, как вот, блядь, понимаешь, вот та шлюха, блядь. Вот сидит она, блядь, понимаешь? Ртом работает, телефонистка тупая. И якобы она кайфует. Я не слышал, что ты говоришь? Я повторяю, я не слышал. Я понимаю, да, ну ничего страшного. Я занят был. А, ты занят был, да, у тимлидера работал, да, в том поработал, нормально все. Что он тебе сказал? Можно трубку, трубку можно бросить, что сказал? Ну иди еще поработай, давай, я побуду на линии, подожду. Так я работаю, я с лохом общаюсь. Ну, конечно, ты работаешь. Ты у него лучше работаешь. Ну, ну. С лохом общаюсь, давай, это моя работа. Твоя работа? Да? Да, да, да. Твоя работа, это работать ртом в надежде, что кто-то тебе подаст, дуре, блядь. Газпром и нелест. В чем вопрос? Твоя мать и подаст. Я не понимаю, ты реально маму потерял? Я не пойму. Я понимаю, что у тебя, я понимаю, что у тебя мама нет, тебя пидор выстрел. Я это понимаю, но ты понимаешь, ты мне свою жизнь не рассказывай. Что тебя очень насиловал, понимаешь? Это ничего не меняется. Пошел работать ртом после того, как тебя отчим изнасиловал. Понимаешь? И все. Вот, да, допускай же сам такое. Чего ты, блядь, напрягаешься, дура? Успокойся. Ну, что такое? Just to trade. Just to trade. Кстати, хотел, знаешь, сейчас спросить. А вам как? Чеки от Тимура понравились? Помнишь, я вам чеки отправлял? Вы там дропа напрягали, а потом такой черный детородный орган, жри-машонка, стало в шоколаде. Помнишь, Тимура? Тебе понравилось? Дура. А, дура? Ну, что ты заглох? Тебе, кстати, чеки понравились от Тимура? Just to trade. Такие чеки, придурок. Да, да, такие. С головой вообще. С вами ролик нормальный, кстати, получится. Ты не переживай. Да, там, нет, там правда нормально все будет. Так мы только рады, понимаешь? Мы только рады. Ну, конечно. Мы желаем, что ты... Я желаю, реально, нормально, кстати, деньги даете. Угу. Конечно, нормально деньги. Скоро я тебе... Вот поверим, вот поверим, сколько... Скоро, вернее, масломасленное все регистрации будут чисто потянуть с вас прикол, поорать с дебилом. Вот поверь мне. Вот ты пришел на работу, да? У тебя жрать нечего, да, у тебя жрать нечего. А тут все регистрируются, да? Таких плохов, как ты, миллионы. Что просто подстать тебе в глаз. Миллионы, миллиарды, да, да. Это на раза три остается регистрация. Да, так я и слышу, я и слышу, да. Что вы уже такие, блядь, понимаешь, припадочные, потому что считание кто не пополняет. А тем лидер требует. Понимаешь? А вы как там, стоя хоть работаете, или вам стулья дали? Ну, стоя, чтобы твоя мать стала удобнее. Да, что ты? Ну, я же говорю, у тебя мать больная тема, да? Тебя очень насиловал, ебал тебя, да? Серьез, блядь, пиздец, да? Ох, блядь, да? Да, да, патрикола, да. Ну что? Серьезно, да. Сколько тебе надо ртом поработать? Вот смотри, ты мне скажешь, сколько тебе надо ртом поработать, чтобы тебе за ног засчитали, ну или, по крайней мере, анально не наказали сильно. Я понимаю, ты трубочку не можешь положить. Блядь, ебать, насколько... Вот я, знаешь, что вас люблю? Вот вас можно обсыкать, что хочешь, а вы трубочку положить не можете. Мне платят деньги за то, что я с тобой общаюсь. Мать, от людей, ты понимаешь, что уже троих на своих мечтах. Мне платят за то, что ты общаешься, понимаешь? А, да, да. Я, смотри, тебе много заплатили. Да, что ты дал? Давай тебе твой муж будет. Вот это, блядь, слушай, это самое, а ты мне скажешь. Твой гей-партнер, который рядом с тобой сидит. А вы сейчас в туалет ходите там покурить, о самоубийстве подумать? Ну как это у вас происходит? Вот у вас кулер есть, да, вы водички попили, ну или там в туалете. Бесплатный банан вы съели. Тим-лидер вас, блядь, там, не знаю, я не знаю, там, заплевал вам ебало, да, чтобы вы лучше работали, да, орал на вас. Вот вы сели. А как вы потом расслабляетесь, ну что, вот надо же как-то снимать стресс? Что вы там делаете друг с другом? Алло, добрый день, Роман. Слушаю вас. Меня зовут Элина, набираю, кстати, на вашей регистрации ГАЗПРОМ. Интересовались заработком онлайн, верно? Это вы мне в Телеграме написали? Да, да. Элина Рос? Да, да, это я. У нас в ГАЗПРОМе работают такие Элина Рос. Почему у вас такая фамилия? Ну потому что я родом не из России. Да? Ну вы гражданка России? Да, гражданка России. Да? Ну тогда ладно. Запрещено законом иметь такую фамилию или что? Нет, запрещено законом негражданам России работать в ГАЗПРОМе. Почему-то... Потому? Смотрите, ну я уже проживаю в России 14 лет. Я являюсь гражданкой России. Ну если вы гражданка, вопросов к вам нет. Если были бы негражданки, поэтому запрещено. Поэтому я спросил за фамилию у вас. Хорошо. Давайте ближе к делу тогда с вами присутствует. Но для кого не подкрепите тоже два важных момента. Ваше гражданство и возраст, Роман. У меня Россия. 36. Так, и... Хорошо. Ранний опыт заработка в интернете был у вас? Где? Ну в интернете вообще пробовали себя в какой-либо сфере? В интернете? Ну на авито что-то продавал. Нет, ну это не является заработком в интернете. Это просто... Это просто покупка-продажа. Хорошо. Если конкретно в программах онлайн вы никогда не участвовали, но в принципе вы мужчина молодой, образованный, думаю, вы с телефоном на «ты». Трудностей в программах использования у вас не будет. Давайте я вам вкратце расскажу, как работает ваша система. Ну смотрите, эта программа в онлайн режиме работает. То есть вы не будете подъезжать, физически тратить свое время и силы, вы будете работать онлайн. Вам для этого нужен компьютер или телефон. Лина, я не пойму зачем, какая программа? Мне интересуют акции компании. Какая программа? Вы интересуют программу? На первом канале что ли? Пусть говорят, что за программа. Ну давайте с вами вести диалог серьезный, а не в шутку. Ну я с вами абсолютно не шучу. Я вам объясняю, что меня интересует фонд «Дал рынок» и акции компании. Вы меня спросили, да, работают. Не перебивайте меня, пожалуйста. Хорошо, давайте я вам объясню, чтобы просто не тратили свое время друг друга. Ну давайте. Как работает эта система? Вы можете зарабатывать, конечно же, с нами на акции компании, покупать их, зарабатывать на купле и продаже. Но чтобы купить акции, вы не можете прийти на рынок или на ресепшн «Газпром» и сказать «Добрый день, мне три акции дайте». Это нужно все делать в онлайн формате. Мы посредник, который предоставляет вам возможность покупать эти акции. И вы будете работать с нами. Такой формат работы вас устраивает? Ну теперь я вам скажу. Смотрите, Лина, я как бы отличаю акцию от облигации. Мне в институте преподавали биржевое дело. Поэтому, я как понимаю, вы брокерская компания, да? Верно, все верно. В чем тут онлайн, я не пойму. Ну а как вы представляете себе работу с брокерской компанией, не онлайн? Ну слушайте, брокерской компании миллион. Я как вам пример приведу, есть вот компания, допустим, «Финаму». У нее есть офис почти во всех городах. Я могу прийти, закрепить договор и купить акции. Хорошо, так если вы инвестировать, собираетесь в крупную сумму, вы можете и в наш офис подъехать. Но, если вы будете инвестировать в 100 долларов, вы сами понимаете, что мы не будем тратить время на это. И вы сами не будете ездить по городам разным ради 100 долларов. Вы в каком городе находитесь? Москве? Я в Краснодаре, а вы в каком? В Краснодаре, мы в Москве находимся. Ну слушайте, вам билет как минимум будет стоить примерно столько же доехать. Лина, ну я, во-первых, не стараюсь инвестировать в 100 долларов, это бред какой-то. Я что куплю на 100 долларов? Сколько акций? Так вы видели, сколько стоит одна акция «Газпрома»? Сколько? Она стоит 200 рублей. Ну и много я куплю на 100 долларов акции «Газпрома». Смотрите, суть не в том, что сколько вы купите в «Единый артель». Вы в дальнейшем сможете покупать и больше, если захотите, это не проблема. Так я сразу хочу. Вы можете посмотреть на результат, небольшую сумму, потом для себя выбирать сумму, с которой хотите работать. Хотите работать с суммой больше, это ваше право. А где результат, я вижу. Ну я купил хорошо, там эти 35 или сколько акций, хорошо я их купил, а что я увидел? 47. Ну хорошо, пускай будет 47, и что я увидел? 30-40% доходное в среднем ежемесячное. Это у нас что, дивиденды такие по акциям платят «Газпрома»? В среднем вы можете зарабатывать такую сумму. У нас стабильный доход, это не лотерея, не казино, я вам скажу сразу. Это доход безритковый, стабильный, начиная с небольших сумм. Если вы человек здравомыслящий, вы прекрасно понимаете, что мы не можем вам помочь заработать миллион по шелушку пальца за один день. Я спрашиваю, как мы можем заработать 30 или 40%? На купле-продаже программа работает автоматически, она продает, когда сумма ниже и покупает, когда она больше. Она сама это делает, мне нужно тратить свое время и силы. Вы понимаете, чтобы я заработал 30-40%? Это логически, не надо сильно понимать систему. Просто вообще логически. Значит, акция должна вырасти за месяц 30 или 40%, это невозможно. Нет, это не одна акция должна вырасти. У вас же сумма там 100 долларов, а 200 рублей на счету будет? Ну, у меня 100 долларов на счету, ну и что? Ну, я, знаете, на эту сумму купил акции, но акции, чтобы я заработал 40%, акции на эту сумму должны вырасти на 30 или 40%, но это логично, это так не будет. Но у меня заблуждение будет. Вы видите, что сейчас в стране происходит? А вы сейчас видите, что в стране происходит? Если доллар скачет, и как происходит вообще эта сумма, вы можете заработать не только на акциях компании «Годстром». У меня акции интересуют, фондовый рынок. Хорошо, но если вы хотите тогда инвестировать сумму больше, тогда вы сможете заработать свои 30-40%, но, конечно же, не со 100 долларов. Ну, хорошо, даже если у меня будет на счету 10 тысяч долларов, я на эти 10 тысяч купил акции, я все равно 30 или 40% не заработаю. Акции не вырастут за месяц в цене на 30 или 40%. Смотрите, ну если люди на протяжении 3 лет работают уже и зарабатывают, почему не заработаете вы? Я спрашиваю, как это происходит? Как я могу на акциях заработать в месяц 30 или 40%? Ну, вот как? Вот инвестируйте эту сумму, и вы увидите, как. У меня вам на слово поверь. Вы даже не можете рассказать, каким образом. В смысле, инвестируйте, потом... Я вам объяснила, каким образом. Работает, это автомат, это не я вам буду приносить домой деньги. Автомат работает не только на акциях компании «Газпром». Если вы хотите работать на акциях компании «Газпром» исключительно без других каких-либо активов, тогда вы будете зарабатывать там 1-2%. Ну, если вас устраивает такая доходность, пожалуйста, давайте... Меня вообще, в принципе, «Скайнет» не сильно интересует. Автомат, пулемет, роботы. Я хотел бы просто работать на фондовом рынке. Вы хотите работать со специалистом? Вы хотите работать со специалистом? Хорошо. Если вы хотите работать со специалистом, исключительно продавать и покупать компании акции «Газпром», тогда вы будете зарабатывать намного меньше, чем 30-40%. Но мы для вас подбираем оптимальный вариант. Также вы можете зарабатывать на валюте, и в среднем 30-40% будет для вас получаться. Ну, вот трейдинг, понимаете, 30-40%, вы что, в месяц даете 30... А сколько тогда год получается, не пойму? Вы понимаете, что если сложный процент посчитать, то будет огромная сумма? Понимаю. Так клиенты так и зарабатывают. Ну, все клиенты миллионеры. Ну, почему миллионеры? Если пенсионер инвестирует 100 долларов, он не сможет физически и через 5 лет зарабатывать миллионы. Нет, он сможет. Если он их снимать не будет, 100 долларов положил, и он будет 30-40% в месяц зарабатывать. И сложный процент. Не хлеблятор, я так не могу посчитать. Он миллионером не будет все равно. И в любом случае люди всегда выводят. Нет такого человека, который положил и забыл про эти деньги. То есть у вас, получается, вы работаете все делами пенсионерами, да? У вас большое количество клиентов, не только пенсионеры. Пенсионеры, студенты, предприниматели, большое количество разных людей. Просто у каждого свой формат работы. Ну, давайте так. Если вы заинтересованы попробовать, если вы говорите, что для вас не проблема инвестировать и 10 тысяч долларов, вы хотите попробовать и больших... Я не сказал, что это не проблема. Я как вам пример привел. У меня свободных 300 тысяч. Хорошо. Вы можете попробовать работать с 10 тысяч рублей, с небольшой суммой. Мы не будем тратить свое время и репутацию для того, чтобы как-то с вами некачественно, недобросовестно поработать с такой маленькой суммой. Вы увидите результат. Если это вправду будет 30-40%, пожалуйста, ваши права, продолжаем работу. Если вам что-то не понравится, в любой момент вы можете забрать ваши деньги и попрощаться с нами. Пароль вы себе останавливаете в свой личный. Секретные данные, карты, счета вы мне никакие не предоставляете. Мы работаем в официальном формате, работаем в рамках закона. Ну, если вы работаете в рамках закона... Отлично. В рамках закона... Ну, а счет я так брокерский где буду открывать? По факту. Я вам сейчас покажу. Ваш личный кабинет. У вас телеграм по этому номеру. Сейчас я вам отправлю ссылку. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Вот, отправила, посмотрите. Там, где вы регистрацию проходили. Я вам сейчас подскажу, как это поросит стандартного наличия, чтобы только у вас к нему был доступ. Нет, я проходил регистрацию, был Газпром. А после регистрации меня перекинуло на эту... Ну, непонятно, что это. Ну, потому что это сайт наш. Ну, это наш сайт, мы работаем. Сайт Газпрома это? Ну, вы же сами сказали, что вы хотите работать с посредником, с брокером, который вам возможность предоставить работать акциям компании Газпром. Если вы будете работать только с Газпромом, вы зарабатывать будете 1-2% в месяц. С 10 тысяч, даже с ваших 300 тысяч это копейки. Ага. Если вы хотите работать с Газпромом, пожалуйста, это ваше право, вы можете работать только с Газпромом. Но мы для вас должны работать с различными активами, чтобы вы зарабатывали больше. Мы работаем напрямую с Газпромом, мы предоставляем за нашу работу, мы вызываем всего лишь 10%. И вы нам отправляете их сами по итогу месяца, когда что-то заработаете. К примеру, если вы сегодня заработали 0, вы нам в конце месяца отправляете 0, даже если вы миллион проинвестировали. Если вы проинвестировали сегодня 10 тысяч, заработали за месяц 5 тысяч, вы нам отправляете ровно 500 рублей. Тогда вы мне на слово поверите, я еще не отправлю. Ну, у нас все клиенты отправляют, потому что зачем вам терять возможность зарабатывать и дальше, и рискуя тем, что мы с вами прекратим работать, и за 500 рублей, это не глупо, поэтому у нас все клиенты добросовестно и все отправляют. Нет, нет, не глупо, глупо это когда все на бумаге, все хиксируется, обязанности сторонам, ну подобное, не на честном слове. Смотрите, я... Вы подождите, Лена, вы постоянно ссылаетесь на Газпром, я вам объясню, что Газпром, это как бы с ним работает, масло масляное, с ним работает любой брокер, что вы ссылаетесь, мы с Газпрома, да вы не работаете с Газпромом, вы вообще какое отношение к Газпрому тогда имеете, никакого. Роман, почему вы так переживаете, кричите, если вы хотите работать с кем-то не онлайн, а напрямую, почему вы не возьмете документацию, не подойдете напрямую в офис, брокерский какой-то, который есть в вашем городе, и работаете, зачем вы регистрируетесь в интернете? Потому что удобнее, естественно, работать онлайн. Все, так как да, у нас есть... Хорошо, так у нас есть условия, которые мы придерживаемся, я неправильно врушать условия компании, я вам их озвучила, если они вам подходят, давайте работать, не подходят, я не буду вас ничего принудить. Я не могу задать, я вам куда-то перевожу свои средства, непонятно куда. Так вы же не их переводите? А куда я их перевожу? Ну вот я вам отправила стрелку, давайте зайдем сейчас в ваш личный кабинет, вы увидите, как он выглядит, и где что-то отображает. Я взошел в него, нет, это, я спрашиваю другое, я спрашиваю, где будут находиться по пакту, где счет находится? У вас находится счет в банке. В каком? В Тинькофф банке. В Тинькофф банке у меня счет брокера? Да, мы сурочи напрямую с Тинькофф банком. Так получается мне надо скачать приложение Тинькофф? Да. А как я буду пополнять этот счет? Я вам сейчас покажу, как это работает. Вы перешли по ссылке, сейчас вы справа сверху видите три полоски? Ну, вижу дальше. Нажмите на них. Ну, мой аккаунт, ну. Мой нажмите, мой аккаунт. Нажал. Опускайтесь с самой низу упора, пока не увидите графу, изменить пароль. Ну. Меняйте пароль, чтобы вы были спокойны, что у вас стоит надежный ваш пароль. Так. Раз, два, три. Так. Ну, изменил. Изменили. Да. Поднимайте теперь наверх. Ну. Право сверху у вас будут три точки. Нажмите на них. Нажал. Там у вас есть кнопка «Вывод сред». Когда вы захотите выводить какую-либо сумму с вашего счета, вы можете сделать там в ваш кабинет. Да какая кнопка? Тут значки. Вывод сред. Вывод сред. Я с телефона. Там должна быть вывод сред, сомка. Вы нажали справа сверху три точки? Там будет депозит, вывод сред, торговля. Ну, вывод сред, сумма. Нажал. Вот, вот. Когда у вас на балансе хотя бы есть один доллар, вы можете любую сумму от одного доллара выводить. Теперь, как выполняется счет? Справа у вас есть сверху три полоски, а слева сверху три полоски. Ну. Нажмите на них. Да. Так, и вам нужно найти кнопочку «Чат» со специалистом. Да какая кнопочка? Тут значки. Третий по счету, третий по счету. Банковская история? Такое, да, как солнышко выглядит. Вот, вы заходите сюда. Здесь изображается, когда вы сколько заработали, можете выводить, добавлять свои средства. А пока у вас нет транзакций, потому что вы еще ничего не делали. Можете делать вы напрямую через свой Kiwi кошелек, активацию счета. То есть, не давая никому свои секретные данные, карты, счетов, напрямую через Kiwi. Абсолютно без комиссии делать эту операцию. И потом вы видите... Средства, средства, причем тут Kiwi кошелек и средства, которые в Тинькофф банке. Если вы хотите делать комиссии, тогда можно напрямую без Kiwi кошелька. Тогда будет комиссия у вас вздыматься. Ну, зато я буду видеть, куда я перевожу. Почему у Тинькофф? Тинькофф, это Ki zlitsa. Хорошо, если вы хотите взять напрямую, пожалуйста. Ну, а как это сделать? Если вы не хотите делать через Kiwi, тогда вам нужно найти чат. Найдите чат. Ну. Такие два области должны быть. И напишите в чат. Хочу активировать счет на минимальную сумму. Вам предоставят ваши личные транзитные данные для того, чтобы вы его активировали. Это мне что предоставят? Ну, транзитный счет, на который вы будете перевести в средства, чтобы перевести их из рублей, так как сейчас. Ну, именно номер счета, да? Моего. Да, номер счета. Номер счета вашего личного, да. Так как сейчас введены санкции, вы можете делать только таким образом это. Что вы не можете. А санкции при чем? Ну, потому что вы через визу в мастер-карте не можете делать операции. Вы можете делать только изнутри своего банка. У меня карта мира вообще. Я в Тиньков могу перевести. Так вам не нужно переводить не на Тиньков. Вы не сможете это взять, потому что вы в России находитесь. Вы можете сделать это только через транзитный счет. Чтобы перевести деньги из рублей в доллары. Потому что здесь на балансе у вас будут деньги в доллары. У меня сейчас в Тинькове открыт брокерский. Да. Но вы, сейчас сейчас санкции, не можете это делать по-другому. Почему я не могу в Тиньков перевести на счет? Потому что вы в России находитесь. А Тиньков где находится? Тоже в России. Но у вас поэтому счеты открыты в Тиньков для того, чтобы вы могли активировать счет. Это транзитный счет. Но я хочу на Тиньков на свой счет перевести сразу средства. Почему не для средства? Вам даст их специалист. Вот зайдите, найдите чат, напишите, я хочу активировать счет на минимальную сумму. А транзитный счет что такое? Не могу в чат найти где? Какие два облачка должны быть? Я вижу персональные данные. Где это вообще эти два облачка? Где они будут располагаться? Где торговля или что? Не пойму. Попробуйте выйти на главный экран, там где у вас... Ну и что писать? Я нашел. А, чат. Напишите, активация на минимальный счет. Активация минсчет. Так, а транзитный счет это что такое? Транзитный счет это счет, который вы можете использовать для того, чтобы конвертировать валюту. Из рублей в доллары. Я хочу, понимаете, перевести на свой счет, который в Тинькове находится. Так вам сейчас и предоставят ваши транзитные данные, вот в чате. У меня транзитное слово смущает. Роман, ну вы так ко всему относитесь. Не понял. Это денег касается, в смысле, ко всему. Я работаю, понимаете, в коммерческой структуре с 2008 года. Я прекрасно понимаю, когда из точки А в другую точку, в точку Б, куда-то идут средства, как вы сказали. Не бывает такого, понимаете, каких-то там через 3-4 этих, вот напрямую, вот есть счет, я хочу на счет перевести. Вы мне начинаете вот транзитный счет. Вы просто какой-то беспокойный. У вас была какая-то негативная раньше ситуация с заработком онлайн или что? У меня вообще не было ситуации с заработком онлайн. Хорошо. Не было. Почему вы считаете, не понял. А мне как, послушайте, я вообще привык, что касается денег, я досконально изучаю вопрос. Это правильно, вы молодец. А почему вы удивляетесь, что я вам вопрос? Вы просто прям чуть ли не кричите, так беспокойно себя ведете, просто я там не знаю, хочу у вас собрать деньги. Ну я не знаю, но по крайней мере вы мне первое предложили перевести на номер телефона физлица. Это уже подозрительно. Я начинаю терять к вам доверие. Как понять номер физлица? Нет, это номер физлица, это киви. Переводы между физлицами. Так на ваш киви, на ваш, на ваш киви, не на мой же. Я же вам не диктуру свой номер телефона, купите мне платье. А зачем мне на свой номер телефона киви переводить средства? Чтобы взять это без комиссии. Так у меня на киви, у меня есть киви кошелек, а на нем есть у меня там 30 тысяч. Можете зайти с киви, сделать активацию, пожалуйста. И куда я буду? И что я буду делать, активацию киви? Я же буду куда-то с киви переводить. Вам дадут сейчас транзитный счет, ваш специалист в чате. Короче, я написал в чат, давайте по факту, я не понимаю. Когда он вам ответит, вы мне скажите. А в какой вы сфере работаете? Кометческая деятельность. Ну пока ничего не ответил. У тебя в момент что-то U написали почему-то. Когда вы ответите, вы мне прочитаете. Угу. У меня, получается, все четко, как бы, да, скинут реквизиты именно моего счета в Тинькове. Ну вам отправят. Ну мне отправят, да, реквизиты счета в Тинькове, да. Вам отправят, да, как его пополнить правильно? В смысле, каково? Я знаю, как пополнять счет. Как зайду и переведу на реквизиты. У меня есть в Сбер приложении оплата по реквизитам счета. Не физлица, не карты, а счета. Понимаете? Посмотрите, ничего вам там не пришло. Добрый день. Активация счета на сумму 9300. Расчетный счет. Ну и что они мне прислали? Номер телефона прислали? Это транзитный счет, это не номер телефона. Это не мой номер телефона. Роман, ну вы сами понимаете, что сейчас в стране происходит. Они мне номер телефона прислали. Не помню другим способом. Не понял. Ну потому что такая процедура так пополняется. Если вы не хотите через кей пополнять, пополняется вот таким образом. Через номер телефона по-другому невозможно это сделать. Вы можете сами сейчас зайти заявку сделать на сайте. Я вам покажу, как это делать. И откуда берется этот номер телефона. В смысле, я должен номер телефона кому-то перевести. А кому вообще это номер телефона? Кому он принадлежит? Это не номер телефона кому-то принадлежит. Это номер обменника. Да номер телефона я вижу. Это номер обменника. Это не номер телефона. Ну послушайте, вот я не понимаю. Вы понимаете, вот когда написано что-то на заборе, то там конкретно написано, что кто-то что-то имеет в виду. А не номер обменника. Ну, блин, послушайте. Я вижу номер 904, номер телефона Телепу, да? Это не номер телефона, это номер счета, я же вам сказала. Вы, кстати, покупали криптовалюту, что-нибудь покупали? Мне не надо покупать криптовалюту, не собираюсь это делать. Хорошо, вы не собираетесь это делать. Но как вы можете пополнить счет, если вы сейчас находитесь в России? В России есть санкции. По-другому, пополнить счет в долларах из рублей перевести с вашей карты в мир невозможно. А где вы находитесь? В Москве, я вам уже это говорила. Ну, если я нахожусь в России, Тинькофф Банк находится в России. Но компания-то это международная, мы работаем не только в России. Меня интересуют акции. Какая компания, подождите, какая компания международная? Вы о чем? Ну, Just Trading. Just Trading? Я вот, знаете... Давайте еще раз, Роман, мы брокер, который работает как посредник между вами клиентом и компанией... Зачем вы прикрываетесь хорошо Just Trading? Я понял. Вот, Елена, просто такой вопрос. Я понял. Хорошо. Если вы международная, хорошо. Валюта, понятно. Ну, так, номер телефона, говеный. Я лучше через Киви сделаю перевод. Ну, давайте через Киви, пожалуйста. Вы мне только вот... Вот всегда меня мучает вопрос. Вот зачем вы прикрываетесь Газпромом? Для чего? В смысле прикрываетесь? Мы работаем не только с Газпромом. У нас очень много... Вы сделали рекламу. Я вам объяснил. Вы сделали рекламу. Где вы разместили. Где вы разместили, смотрите. Логотип Газпрома. Юридическая информация о Газпроме. Вы разместили. Человек регистрируется. А Газпрома есть свой брокер. Газпром Банк и институты. И тут ему звонить Just Trading. Вот в чем дело. Так, объясняю вам. Потому что люди зарабатывают на Газпроме так же, как и на других любых активах. У нас есть очень много рекламы. У нас не только реклама Газпрома. Это вы пришли по рекламе Газпрома. Не, но это вы делаете, знаете почему? Потому что вот ваше вот это контор... Я не знаю, что это вообще такое Just Trading. Ее никто не знает. Газпром знают все. Ну, вот так вот. Если бы вы были адекватной компанией, вы бы сделали рекламу. Понимаете? Ну, это... Вам отправят от нас отзывы. Мы работаем уже не первый год. Мы строим отзывы нашей компании. Послушайте, это для... Вот, я не знаю, для кого, для... Кто вам делал... Какой маркетинг вам делал эту рекламу. Ну, вообще, логично. Когда реклама идет... Just Trading предлагает инвестировать в акции Газпрома. Вот так вот это выглядит. Хорошо, но рекламу делала же не я. Роман, вы так говорите, как будто я руководитель этой компании. Как будто я делаю рекламу, я маркетолог. Я рекламой не занимаюсь. Ну, а вот эти рекламы вообще простреленные, что ли? Они... Или я делал маркетинг. Они там курят что-то. Или они дебилы, понимаете? Роман, все разговоры записываются. Я могу дать им прослушать разговоры, они, может, примут во внимание ваши какие-то... Да вы дайте им прослушать, я бы им напрямую это сказал. Хорошо. Еще им слушать. Хорошо. Ну, хорошо, ладно. Вы мне что от меня хотите? Я зашел в Киви. Хорошо. Вы должны найти в поиске в Киви... Сейчас, секунду. Сейчас зайдет. Так, чтоб точно было. Так. Теледва. Где в поиске... Подождите, вы о чем мне говорите? Поиск. Маленькая лупа. Лупа маленькая. Поиск. Что там в Киви-Кивике? Лупа это где? Я просто могу... У меня просто перевод по номеру телефона. Я просто могу... Да, можете так, можете так, можете так. Ну, а зачем мне лупа? Все, хорошо, пишите. Семерка у вас стоит, плюс 7 у вас стоит. Пишите 9-0. Так, сейчас, одну секунду. Я захожу, он крутит. Так. Чтоб мы с вами точно все сделали. Так, далее. Семерка стоит. 9-0. 9-0. Далее. 4-5. Далее. 1-2. 1-2, далее. 7-5-7-9. Так. 7-5-7-9. Да. Сумма должна быть ровно 9-300. Не рублем меньше, не рублем больше. А почему так? Потому что ваша заявка отслеживается. Если будет 9-301, это может быть уже другой клиент. Чтоб оно вам дошло на счет ваш. Потом отправляйте мне квитанцию. Потом мы заходим обратно в ваш личный кабинет, там, где вы меняли пароль. И там у вас был баланс 0. И я вам показываю, где у вас будет баланс 150 долларов. Мы дожидаемся этого времени, чтобы вы не переживали, что ваши деньги непонятно где. Только потом вам запускают уже работу. Давайте номер сейчас проверим. 904-512-75-79. Да, да. 9-300. Ну все, отправил. Хорошо, отправляйте мне чек. В телеграме. Сейчас я зайду. Или сейчас, секунду. И сразу, получается, вижу на счету, да, средства? Угу. Когда чек отправите, тогда да. Я отправляю заявку вашу. Хорошо. Так, да. Так, все, сейчас я вас нашел. Выбираю. Выбрал. Угу. Все. Отправляю. Хорошо. Отправляю ваш чек. Будьте на линии, не отключайтесь. Ну, конечно. Так, Роман. Угу. Так. Сейчас я передаю вашу заявку. Будьте пока на линии, или вас просто перенабрать несколько минут. Как вам удобнее? Нет, давайте пока средства не поступят. На линии, нет. Все, будьте на линии, оставайтесь. Угу. Елина, вы там на связи? Что так долго? Сейчас, несколько минут. Вы мне можете отправить PDF-чек? Не только скринжет, а PDF-чек. У вас справа сверху есть такая кнопка. Да, запросто. Так, Елина, ну смотрите. Я отправил. Ага. На связи? Да, да. Что да, да. Елина, где? Отправляйте чек. А вы вообще кто? Я не пойму, вы влезли в разговор. Я просто заходил в офис, смотрю, разговор чей-то зашел, послушать. Да? Ну и как? Ну давайте, скидывайте. Вы Елину мне дайте. Что, мы ее уволили. Ее нету больше. Нету больше? Почему? Ну мы ее уволили. Ну вот, тихи Акимура, сало в шоколаде, жри маслом. Как это вы ее уволили? А? Ты что, дура? Ну что, а что, она не вывезла, да? Ну что, вы салоеды. Да мы просто ждали тебя, долбоеба, пока ты скидишь это. Мы слушали, ждали, 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 да, 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 да. Смотри, проститутка, я тебе даже не набираю, ты сам мне звонишь, понимаешь? Ты сам оставляешь регистрацию. И как-то твою мать рассказывает. Ой, ты думаешь, это цепляет, дура? Мне не надо рассказывать за своих родителей, за своих двух пап, блять. Ты что, заткни, палец, заткни свои палец. Понравился чек, понравился чек? Скоро будет новая регистрация. Я тебе наберу, после трех где-то наберу, ты возьмешь трубочку, минуток на шесть я с тобой поговорю. Да, я в этом уверен. Тимур, добрый день. Слушаю вас. Меня зовут Элина, набираю, кстати, на вашу регистрацию Газпром, интересовали заработком онлайн, верно? Ну да, было дело. Сейчас, всем поближе познакомимся, я вам более детально расскажу, как это работает, хорошо? Как еще раз зовут? Элина, Алина, как? Элина, Элина. Элина, ну давай. Тимур, подскажите два важных момента, ваше гражданство и возраст. Россия 35. Ой, связь прерывает, немножко плохо вас слышу, повторите, пожалуйста, еще раз. Россия 35. Гражданство России 35, хорошо. Ранний опыт заработка в интернете был? Нет, ранее нет, не инвестировал. Хорошо. Эту проблему мы тогда вам предоставим для работы в паре специалиста, человека, который будет вас сопровождать. Скажу сразу, Тимур, что это не лотерея, не казино, здесь по щелчку пальца, и он мне заработаем. Ну, это стабильный доход, начиная с небольших сумм. В дальнейшем сможете развиваться, зарабатывать, конечно же, больше. Значит, у вас будет возможность иметь доступ к вашему личному кабинету самостоятельно по вашей почте Яндекс.Ру. Я вам помогу его войти, поменять пароль на вашу личность, чтобы только доступ был у вас, чтобы никто не мог, кроме вас, им управлять. Значит, вы сможете в любой период времени отслеживать, сколько заработали, выводить ваши деньги. Это ваш право. Любую сумму от одного доллара выводить на свой личный кабинет. И также потом в дальнейшем уже на карту, карту подходит виза, мастер-карт для работы сейчас. Если же у вас мир, тогда там еще другой способ будет, я вам подскажу, как. Но в любом случае комиссию вы не оплачиваете. Значит, работаем в официальном формате, мы работаем в рамках закона, потому что достоверность работы можете не переживать. Пароль будет только у вас, и наша оплата взимается только после вашего заработка. То есть, к примеру, если вы сегодня с нами заработали 0, вы нам в конце месяца даете 0. Если вы с вами заработали там 5000 рублей, вы нам отправляете сами в конце месяца ровно 500 рублей. 10%. То есть по реквизитам, которые мы вам предоставим, то есть мы у вас ничего не взимаем, не списываем самостоятельно со своей стороны. Вы сами делаете этот раз. Я понял, я не могу понять, это что, на честном слове, что ли? А как договор, еще что-то? Смотрите, заключается договор в онлайн формате, то есть никакие секретные данные вы свои нигде не указываете, не вписываете. Но если вы микроинвестор, то есть работаете с небольшой суммой, допустим, на 100-200 долларов, личная встреча не проводится. В смысле, 100-200 долларов? У меня 300 тысяч вообще, я хотел ценной бумаги купить. Почему 100-200 долларов? Ну, смотрите, вы можете начать с минимальной суммы, со 100 долларов. В дальнейшем, если вам все понравится, подойдет, там, работать на недельку-две, прекрасно, можете проинвестировать больше. Тогда уже обсуждается встреча в личную встречу. Вашим специалистом будет у меня, будет другой человек. Нет, я это понимаю, я просто не могу понять. На честном слове, а если я вам не переведу, как можно без договора работать? Ну, смотрите, Симур, договор у вас будет составляться онлайн, я вам повторю еще раз, я же вам это говорила. Во-первых, а во-вторых, смотрите, ну, если вы с вами поработали, если вы с вами поработаете 100-100 долларов, вы максимально заработаете 30-40 долларов. Это, я вам скажу, небольшая доходность. То есть вы нам должны 3-4 доллара. Наша компания не откроется и не обонкрутится от того, что вы нам 3-4 доллара не перевели. Но вы потеряете возможность с вами работать в дальнейшем и зарабатывать от этих 300 тысяч уже сумма намного больше. Допустим, размер 100-150 тысяч. Это уже выбирать вам. Нас еще ни разу клиенты не подводили и не обманывали, не переведя 3 доллара. Поэтому вы тоже не будете первым. Нет, это все прекрасно. Ну, а вот этот договор, как вы сказали онлайн, где вы можете посмотреть, ознакомиться? Я вам могу отправить информацию, как вы его заключаете. Вы пароль себе меняете сами на своем счету, заходите, это делаете. То есть я здесь каким образом не участвую. Мне вы секретные данные свои не озвучиваете. А что, какие еще вопросы у вас возникают? Ну, я по поводу данных совсем понял. Договор именно, где я прочитать смогу. Данных вы не... Могу вам отправить, сейчас отправлю. Кстати, на данных здесь не просто. Вы заходите в свой личный кабинет, вот как в онлайн-банк. Вы заходите, да? Меняете пароль. Стандартного на личный. То есть сейчас у вас стоит пароль 1, 2, 3. Вы меняете на свой, на какой-то более надежный. Мне вы не говорите. То есть там, где будут ваши деньги находиться, личный кабинет, ездят только у вас. Пароль вы мне не даете, сон. Ага, ага. Смажный момент. Ага. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Хорошо, сейчас отправлю вам информацию. Вам в Telegram удобнее? Ну, конечно. Или WhatsApp? Хорошо, сейчас отправлю. Задите в Telegram тогда? Ага, я зашел. Я вам сейчас отправлю также вот эту ссылочку на сайт и отправлю отзывы о нашей компании. Можете ознакомиться. Так. Вот, можете по этой ссылочке перейти. Угу, угу. Так. Можете по ней перейти. Ну да, тут язык надо выбрать. Да, язык можете на русский поменять, если у вас стоит английский. Чтобы вам удобнее было. Да, я поменял. Ну, пока... Вот, регулятор нашей компании указывает номер лицензии. Чтобы вы не переживали, мы работаем в официальном формате. Работаем по лицензии. То есть, если мы будем каким-то образом работать некачественно, нас просто ее лишат. И мы не будем рисковать своей репутацией за 100 долларов, не переживать. Ага. Мы будем работать качественно. Ну, вы тоже должны здраво понимать, что если мы работаем с минимальной суммой, будет маленький доход. Если вы хотите инвестировать, вы настроены на большие суммы, тогда отлично будет доходность, конечно, намного больше. Ну, я думаю, это в процессе, да. Так, и что мне делать? Ну, я зашел. Справа сверху возле языка у вас есть три полоски. Нажмите на них. Нашел. И там выбрать вебочку «Войти». Нажимаете, вводите вашу электронную почту внимательно. Тимдельта 123собакаяндекс.ру Я помню. Когда введете, скажете... Да, я подскажу вам стандартный пароль и как его изменить. Ага. Ввел почту. Теперь почту. A большая, A маленькая. Так, A это в смысле что вы имеете в виду? E английская. Нет, A. А, первая буква алфавита английского. А, ну, A большая, а маленькая дальше. А маленькая? Больше. А большая, а маленькая, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Угу, вошел. Теперь, слева, снизу, можете обратить внимание, у вас есть такой пункт, как средства свободные 0 долларов. Да, есть. Средства, да, свободные 0, залог 0, все остальное 0. Да, 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 да. Ага. То есть, если вы что-либо заработали, это все отображается здесь, ну, либо пополнили счет. Ага. Вы можете не переживать, касательно того, что вы пополняете счет и не видите эти средства. Ага. Мой аккаунт. Мой аккаунт. Ага. Нажал, ну. Там отображается сверху ваши данные. Вам нужно опуститься в самый нет и найти пункт изменить пароль. Ну, пароль, да. Да, здесь, кстати, ставите себе пароль в формате не менее 80 символов, хотя бы одна заглавная буква, хотя бы одна цифра. Так. И два внимательно вы повторяете, мне не отключиваете. Так, я понимаю, повторяю. Так. Да, не торопитесь, повторяйте. Нет, нет, нет. Все, пароль изменен. Угу, отлично. Теперь поднимайтесь наверх, справа сверху, у вас будут три точки. Уже не три полоски, а три точки. Нажал. Так, и там вот кнопочка «Вывод цвет». Нажмите на нее. Угу, нажал. Когда вы захотите вывести какую-либо сумму, вы можете сделать это с любой суммой от одного доллара, как я вам уже говорила. Вы нажимаете и выводите на свой либо электронный кошелек, можно использовать Киви, либо карту. Так, Доварьян тоже отправила в Телеграме. Значит, если у вас карты каких банков сейчас тесущие? Ну, мне, во-первых, вы сказали за Киви, у меня есть Киви кошелек, и вверх. Все, можно Киви. Свер и Киви, и тоже статсервис, работают без картики, можете использовать любой. Значит, можете выводить любое удобное для вас время. Но вы должны здраво понимать, почему, если вы сегодня все под ноль вывели, завтра вы заработать больше не сможете. Если у вас на балансе хотя бы часть, половина суммы из того, что вы заработали или инвестировали осталось, пожалуйста, ваше право, работайте с нами далее. Если какие-то вопросы будут возникать, то там будет находиться специалист. В его оплату 10% входит то, что вы его будете уточнять, что вы там не понимаете, то есть он будет вас консультировать. То есть вы не переживайте, здесь ничего укладывать, придумывать не нужно, это не лотерея, вам не нужно сесть в утро до ночи у компьютера. Это понятно. В основном это автоматический процесс, он работает там 90% самостоятельно. Если же у вас есть свободных минут там 15-22 раза в неделю, прекрасно. Тогда можно будет увеличить доходность, выделяя это время, со специалистом работая в паре, он будет помогать, подсказывать, что делать. В принципе, вы мужчина молодой, думаю, с телефоном на «ты», так как бы вас обучать там, заходить на сайт не нужно. Просто он вас будет консультировать, говорит, что где нажать, как это сделать. Как сейчас я вам говорю, нажмите справа-слева, и вы сможете этим руководствовать. Понятно. Какие вопросы, если возникают, то сайт давайте не стихняйтесь. Нет, по сайту нет вопросов. В дальнейшем, что делать? Ну, смотрите, если вы хотите с минимальной суммой работать, можно сделать это через Киви кошелек. Ага. Так, минимальная сумма сидения около 9 тысяч рублей. Это как мне сделать, что мне нужно? Сейчас скажу. Так, ну, 9-100 где-то будет. У вас эта сумма на Киви доступна, правильно? Ну, конечно, там больше. Значит, тогда у нас диктует Киви кошелек, я вам сейчас создам транзитный счет и отправлю его в Телеграме. Ну, вы, смотрите, у меня Киви, Телеграм неудобно будет, вы мне просто продиктуете. Ну, могу продиктовать, можете в своем личном кабинете запросить, там, в чате, могу продиктовать. Лучше продиктовать, ну, да, мне потом вставлять это не совсем удобно. Хорошо, заходите там все-таки в кошелек. Сейчас, секунду. Зашел. Так. И нужно вам найти поиск, там есть такая лупа. Ага. Нажимаете на нее и сейчас вам продиктует транзитный счет. Он в формате номера, но это не номер человека, не номер телефона, это номер транзитного счета. Он единоразовый. Если вы захотите добавить его счет, работать больше, вы по этому номеру ничего не переводите. Вы дождитесь специалиста, напишите ему там в WhatsApp, в Телеграме, что вы хотите добавить ему какую-то сумму, и он вам подскажет, как это правильно, корректно сделать. Хорошо? Значит, сейчас в этой графе вписывайте. О, я слышал. Сейчас я заявку вам создам. Минутку. Так. На английском языке Теле 2. Теле слитно. Теле 2. Я не пойму. На номер телефона Теле 2 перейти? Ну, это будет номер... Нет, а на номер Киви что, нету возможности? Нет, такой возможности нет. Но смотрите, вы переводите на свой личный кошелек. То есть, если вы переживаете, что эти данные не соответствуют действительности, вы можете зайти в свой личный кабинет, написать сейчас специалисту, и он вам даст актуальные данные. Нет, ну на номер телефона, естественно, нет, Елена, я переводить не буду. Это однозначное. Смотрите, ну, просто сейчас из-за санкций, которые действуют на территории Федерации, к сожалению, невозможно другим способом выполнять счет. Только таким. Нет, ну только, нет, если бы это был номер Киви, я бы перевел, это же Киви кошелек на номер телефона. Здесь у меня четко... Смотрите, а что? Ну, смотрите, у меня здесь четко указано пополнение номера телефона. Да, давайте так, если вы переживаете, боитесь, что это какая-то система недостоверная, давайте сделаем, например, не на 9000, а, допустим, там, не знаю, 1000 рублей переведем. Нет, хоть 500 рублей, я повторюсь. Ну, к сожалению, вам другой формат работы не могу предложить, потому что, к сожалению, вы по-другому не пополните счет, находясь на территорической Федерации. Без Киви, какой там еще вариант? Ну, со Сбербанка, но так же вы будете делать. Все, буду со Сбербанком пополнять номер телефона какого-то? Да, тоже по реквизитам номера. Это не мой номер телефона. Смотрите, я могу показать, как я создаю эту заявку. Вы можете зайти сами, создаю эту заявку. Нет, я понимаю, но я... Я понимаю, повторюсь, что я пополняю номер телефона, естественно, я не буду. Нет, это не чей-то номер телефона. Это транзитный счет. То есть это не номер телефона человека, мой номер телефона. Вы, давайте сейчас вам отправлю сайт, через который я делаю вообще эту заявку. И вообще, что вы делаете? Сбербанка, Сбербанка, он не идиот, если он мне, как и Киви, кошелек, если он мне что-то указывает, что пополнение номера телефона, значит, я пополняю номер телефона. Хорошо, смотрите. Заявка создается каким образом? Вы пополняете баланс телефона, но вам эти средства переводятся на ваш баланс на счету, там, где у вас был ноль. Лена, я повторюсь, я не чей-то номер телефона, баланс именно номера телефона, чтобы какой-то товарищ долго общался. Хорошо, что, а если вы, ну, вы подумаете, что я хочу у вас отобрать 9000 и звонить просто потом год за эти 9000... Вы для меня как я для вас голос из трубки, Лена, я вас не знаю, первый раз вообще слышу. Хорошо, давайте я отправлю сайт, через который я делаю вообще эту операцию. Нет, это не нужно, я повторюсь, или номер карт, понимаете, мне нужны данные, мне нужны данные, чтобы я потом понимал. Хорошо, вы хотите номер карты пополнить какой-то? Ну, такая, это глупо, это то же самое, что вы переводите кому-то на карту денег, а потом на номер 4. У карты есть владелец, если это понимаете, там все более прозрачное. Есть возможность номер карты, по-моему, это будет номер обменника карты, то есть это не номер, ну, человек существует, который владеет карты. Или дайте мне проще номер Киви. Ну, номер Киви невозможно, номер карты возможно. Номер карты? Да. Ну, через Сбир, я как понимаю, да? Ну, нет, ну, можно, по-моему, даже через Киви пополнить. Перевод на карту можно с Киви делать. Если перевод на карту, то я буду через Сбир. Зачем я буду? Ну, хорошо, это ваше право. Тут мы работаем со Сбербанком. Давайте. Ну, давайте, попробуем сделать такую заявку. У вас какой-то был негативный опыт, или почему вы так вот критично настроены к таким активациям счета? Нет, у меня опытом не было негативного положительного, просто, когда дело касается денег, все должно быть прозрачным. Понимаете? Угу. Хорошо. Так, а у вас карта Мир или Виза Мастеркард? У меня есть Мир и Виза. Так. Мир есть, да? Конечно. Тогда Мир попробую выбрать. Деньги вам сейчас, в течение, там, двух-трех минут, зачислено на баланс, там, где у вас был ноль. То есть я с вами дождусь на линии, чтобы вы не переживали. Давай посмотрим. Что они непонятно где. Так. Сумма где-то 9100 должна быть. Так, указываю ваш email, который вы при регистрации указывали, Яндекс.Ру. Ага. У вас к нему же доступ есть, да? А так, ваша фамилия Тимур Маркелов и ваше отчество, скажите? Романович. Романович. А, можно сделать вот так, смотрите. Вы оплатите просто Киви-кошельком по ссылке. Вот зайдите сейчас в Telegram. Вы мне просто номер продиктуете Киви-кошельком. Не, вот смотрите. Я вам вот, смотрите, как сделала. Проще. Вот зайдите сейчас по ссылке, которую я вам отправила в Telegram. Просто перейдите по ней. И вас выкинет на страницу оплаты. То есть вам не нужно вводить данные, оно само уже все подвязывает. Вам просто нужно затем в ссылке в Киви-кошельком подтвердить, там, какую-то сумму оплатить. Вот так, поняли? Ну зачем мне переходить откуда-то вот с этого Киви-кошелька, с этой ссылки, если я могу зайти в свой Киви и перевести мне, скажите мне пару цифр. Подиктуйте, я введу. Элементарно. Так я вам, я же вам начинала диктовать номер, вы переживаете, что номер, это я вам вам номер до телефона даю. Вы сказали, что мне нужно зайти, нет. Вы не поняли, я в Киви выбираю перевод на Киви-кошелек и все. Да, но это невозможно, к сожалению, на сам Киви перевести. Вот попробуйте, сейчас в этой ссылке перейти. Давайте, давайте по номеру карты. Ну, я сейчас попробую взять, вдруг можно ли по номеру Киви точно такого, просто не существует в принципе. Ну, если не существует, ну зачем опять вы мне скинули ссылку, где я опять пополню чей-то номер телефона. Вы номер телефона не пополняете, вы пополняете свой счет. Вы вот зайдите по этой ссылке, посмотрите вообще на нее. Я зашел на нее, посмотрел, да. Так там вот через Киви просто этот терминал такой через Киви, вводите там свою потрясающую Киви. Все, мне никакие данные своих киви, карт вы не даете. Вы же, я не дитую же у вас там номер карты прошу. Я понимаю, понимаю. Хотя посмотрите, вот зайдите на ссылку, хотя посмотрите на нее. Послушайте, мы уже определились со Сбером, давайте Сбером. Хорошо, сейчас попробую вам создать. Я просто думала, что в этом терминале такая возможность есть, но, к сожалению, такой возможности нет через Киви. Давайте попробуем, я думаю, начали, да. Давайте уже Сбер, Сбер это понятно, прозрачно. Ну, у вас там, да, останется по операции, вы же через банк делаете, вы же не наличку кому-то отдаете. Естественно, поэтому давайте Сбер. Так, сейчас. Сейчас попробую. Да, моим имя Владислав, финансовый отдел. Что у вас не получилось? В каком плане, что не получилось? Ну, вы пробовали сделать активацию через транзитный счет, да, я так понимаю? Ну, мне Лина сказал, что она предоставит номер карты. Номер карты, номер счет, транзитный, а вся разница? Ну, потому что это не транзитный счет. Она мне сказала ввести данные в Киви. Оплата по номеру телету. Пополнение счета, номер телету. А вас смущает то, что вы будете переводить через мобильный телефон, да? Естественно. Я так понимаю. Поэтому я хотел по номеру карты, чтобы увидеть реквизиты. Имя очень. Так, смотрите. Так, смотрите. Вы можете разбить эту активацию на две части. Допустим, сначала сделать там на тысячу рублей. Вы видите, как деньги зачисляются, а потом все остальное. Мы это уже обсуждали. Нет, мы решили, что номер карты все-таки. Да, это вы бросили или связь прервалась? Нет, что-то со связью. Я понял. Но смотрите, если по карте, вы на какую сумму хотели бы сделать активацию? Минимальная. Минимальная? Ну, хорошо. Тогда сейчас я подберу здесь на счет. Ну, реквизиты, точнее. Вы уже в банке? Вообще вышел, был в банке, да. Ну, заходите в банк, там, в раздел перевода. Зашел. Пишите номер карты. Сейчас, секунду. Ага, пишу. 22.02. Ага. 21.94. Ага. 41.12. Ага. 43.91. Ага. Да, и проверьте, что вы записали. 22.02.2194. 41.12. 43.91. Ага, все правильно. Дальше нажимаете продолжить и сумму указываете там 9300. Ага. А кому карта принадлежит? А у вас там будет написано. Не написано как раз. Ну, потому что это транзитный счет, это реквизиты. Ну, так кому она будет принадлежать? Ну, кому? Мне. Вы же мне отправляете деньги. Ну, вам отправляю деньги. Ну, да, вы же запросили реквизиты, карту. Ну, я вам всю карту продиктовал, чтобы мне сбросили, я вам начислю. А вы вообще кто, чтобы мне начисляли? Финансовое дело, я же представился. Ну, а все дело представили? А зовут вас как еще раз? Владислав? Да. Ну, я должен перевести, да? Ну, а как вы хотели? Вы же сами предложили, чтобы на карту. Я вам продиктовал карту, вы будете, да, все верно. А как гарантия, что вы потом мне переведите на мой счет? Сто процентов. С ваших слов. На слово поверить? Странно. Да. А, ну да? Не, ну это так не работает. Ну, так зачем вы тратите мое время? Если не хотите переводить меня на карту, ну переводите... Я запросил, она мне сказала, что будет карта, так же, как транзитный счет, только номер карты. Ну, все правильно. Транзитный счет, транзитный счет, он без имени, точно так же, как и номер. Номер без имени. Так вы только что сказали, что он на вашу карту, лично. Ну, так, если там нету моего имени, как она может быть лично, ну вы сами подумайте. Вы только что сказали. Да не важно, что я сказал, вы сами подумайте головой, как она может быть твоя. А, не важно, что сказали? Ну, вы голову включите сами. Да я это голову включил, вот ты видно сын-плюхе ее забыл включить, когда гарнитуру одел. Дура ты за ее стомная. Бей, бля, ты придурок, бля. Жалко, да не получил, как тот раз твоя Элина, блядь. Саламы, блядь, не получила, да, чеки от Тимура, да? Жаль, жаль. Он знал меня, сын-плюхи. Мы тебе всегда рады. Оставляй регистрацию, но тебе вся рада. Дура, ты можешь зайти на канал, послушай ролик, вчера вышел ролик. Да у тебя даже, у меня ничего нету, голубь, ты там ничего не получаешь. Красавчик, красавчик, красавчик. А ты, вот слушай, а ты с тобой работаешь, ты много получаешь? Сколько стоит минута твоего рта, скажи мне? Хоть сто выпусти видосов, все равно твоя мать зарегистрируется. Сколько стоит минута твоего рта, если я ничего не получаю, да? Я на Доролинах, а я людям помогаю. А вот ты, продай твой рот, дура тупая, проститутка ты хоклятская. Я сейчас твою мать наберу, давай, я потом тебе наберу. Я твою мать лучше забери, блядь, не споведуйся. Субтитры сделал DimaTorzok